Ну, я затрудняюсь ответить, что, первое, тут много чего надо делать, но желательно, во-первых, как-то, вот сейчас якобы оптимизация происходит, да, я это по себе чувствую, я про медицину, поликлиники, врачей сокращаюсь, все, надо как-то помогать, надо, чтобы была государственная программа помощи, все эти люди, которые на пенсии, извините, у меня еще недавно была, говоря в долларах, скажем, да, условно, 400 долларов пенсия, на сегодня она стала 200 с чем-то, в перепадце, надо как-то ветеранам, во-первых, ветеранам помогать, во-вторых, детям и молодежи надо помогать, чтобы они видели зеленый свет в том направлении, в котором они хотят себя посвятить, и не обязательно это, чтобы были там юристы, там, я не знаю, артисты, как все эти, развращенные телевидением, как молодежь считает, вот она жизнь, как лет 10-15 назад, когда я не против этих деятелей наших культурных, когда мы дети разврата, все время смотришь, поют песню и прочие вот эти, как их, уже фамилия вылетела, ну, замечательные они, ребята, ну, для себя, но когда по всем центральным каналам смотришь, там, все эти нестандартные ориентации, люди вдруг все на первую планку, одно время проститутки поперли, что-то, все герои страны были, сейчас это, слава богу, все уже отошло, но вот надо, чтобы дети и молодежь, они чувствовали, что эта страна за меня будет стоять, за спиной меня, мне надо только прикладывать максимум усилий, не воровать, не грабить, не обманывать, как разные распальцованные деды советуют, а вот честно трудиться, выбрать направление, честно трудиться, тогда у нас в России будет все в порядке, и ветеранам как можно больше, не как сейчас, помогать ветеранам, это я говорю сам, как ветеран.